Всем привет, друзья, на связи GrimOptimist, и сегодня мы с вами поговорим про Т57 Heavy. Видос будет слегка, наверное, бадхертный, я сразу извиняюсь. Как вы знаете, танк понерфили, и нет, там не надо писать, что вот, там, понерфили у имбофила имбу, он заплакал там и так далее. Дело в том, друзья, что мне абсолютно не нравится тенденция, именно в которую нерфят танки в последнее время Wargaming. Я лично ждал, что этому танку понерфят КД барабана, понерфят между выстрелами, да, время там, то есть сейчас у него 2 секунды, там, сделать там 2.3, 2.1, 2.5, там, что-то такое, там, перезарядку барабана, там, снизить, не знаю, на 3 секунды. Но они пошли опять своим этим путем, и они стали резать комфорт игры на этом танке. Я абсолютно ненавижу, друзья, когда Warg начинает нерфить комфорт. Этот танк стал косой, то есть ему понерфили стабилизацию, теперь он вообще не попадает с ходу, и самая большая проблема. Раньше на... Я вам это покажу сегодня в бою, но так пока в двух словах. На средних дистанциях, то есть до 100 метров, вы могли, если видите вражеский танк, да, вот он выехал, да, вы можете навести на него прицел и сразу выстроить, сразу. Сейчас этого сделать не можете, потому что вы промажете 100%, у вас будет вот такой вот прицел, который будет в 3 раза больше танка. Это ужасно просто. Комфорт от игры на танке, это самое классное, что есть в танке, да, и оставлять ему вот этот КД барабан, оставлять ему между расстоянием, расстояние, говорю, время между выстрелами внутри барабана, но резать ему комфорт, я не понимаю, друзья, зачем было это делать. Пишите в комментах, как вы считаете, то есть что-то, что нужно было порезать. Вот я уже сказал, что лично я ждал, да, от нерфа этого танка, но они понерфили ему стабилизацию. Теперь этот танк, который не может уже раздавать реально, ну, вот так, как он делал это раньше. То есть на нем невозможно теперь настолько быстро реагировать. То есть вам постоянно приходится досводиться, и меня это, честно говоря, немножко вымораживает. Давайте я пока нажму в бой, порассказывать там про модули экипажа я не буду, у меня уже есть видео по хэвику, я там уже все это говорил, кому надо, можете посмотреть. То есть получается, что этот танк стал какой-то, ну, вот, некомфортный. Это знаете, как вот с объектом 268, тоже вроде бы машина мощная, вроде там и ДПМ есть, да, и пробитие есть, и альфа есть, там, и броня есть. Но у нее нет углов вообще, да, и нет стабилизации. То есть постоянно вот это вот досводиться, пересводиться, не досводиться, и это просто жесть. То есть это просто трэш какой-то. И меня это вымораживает лично на ней, именно поэтому я ее продал, и не играю на 268. И вот с хэвиком что-то подобное случилось, да, в меньшей, конечно, степени, но тем не менее. Карта Мураванка переделанная, отвратительная, друзья, просто карта стала, я, она стала хуже, чем была, это реально парадокс. То есть теперь тут артиллерия просто вообще все простреливает. Здесь постоянно все светится, я не знаю, то есть что они сделали с этой картой, но почему-то, когда я на нее смотрел еще на тесте, мне показалось, что изменения хорошие. А сейчас я так уже не считаю. Так, я перезапускаю запись, чтобы не тормозило. Так, и теперь мы с вами будем, друзья, думать, куда поехать. Потому что тут, я очень не хочу ехать в лес, но мне, видимо, придется это сделать. Потому что там хотя бы холмы есть. Есть шанс, что я там как-то от арты, может быть, защитюсь, хотя кого я обманываю. Так, 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 так. То есть, ну, вы видите, какая у него стабилизация, то есть, смотрите, какой прицел. Ну, просто жесть, да, то есть, как у КВ-2 практически. Это печаль. Так, батчат дал там засвет, но он такой, как бы, никого особо там не засветил. К сожалению, да, но что поделать. Так, видим, есть 75. Там сейчас куча холмов, все перерыли, то есть, очень странно все это как-то выглядит. Стоялова, ребята, дикая на этой карте сейчас, просто дикая. Еще больше, чем было стало, стоялова. Ну, разработчики абсолютно неправильно, то есть, вообще, изменили эту карту. То есть, я в щеку башни попытался накинуть 75-ки. В принципе, это было реально. Да, она уехала, ну, понятно. Не пробила, кстати, ее. Стоялова, ребята, просто дичайшая здесь сейчас. Ну, карту просто убили реально. Она и так-то была говно, да, до патча, а уж сейчас-то вообще трэш полный. Три снаряда у меня есть, я думаю, что мне этого хватит. В принципе. Ну, вы видите, то есть, какое долгое сведение, это жесть. Все, я на КД. Все, первый засвет, батчат улетел, даже, даже, этот, пукнуть не успел, да? На дальней дистанции Хэвик теперь вообще работать не может, то есть, это чисто танк ближнего боя сейчас стал, к сожалению. Черт. Все, забрали, я ухожу на КД, перезаряжаюсь. Ну, это одно и то же. Но я это делаю раздельно всегда. Я отдельно ухожу на КД, а потом перезаряжаюсь. Вот, не пытайтесь найти смысл в этих словах, это было просто, просто идиотизм, ладно, забейте. Это, это трэш просто, то есть, ну, как бы, кто-то скажет, что ты, как бы, ну, надо тебе как-то больше рашовать, да? Но, я не знаю, друзья, то есть, я уже пробовал это делать, у меня ничего хорошего не получается из этого. То есть, если я начинаю слишком сильно, этот, наглеть на этом танке, то это очень плохо заканчивается. Потому что я начинаю мазать, то есть, по мне начинают стрелять, я начинаю мазать, и все, очень, все заканчивается печально. Вот видите, то есть, какая сведуха, это жесть. Все, уж ухожу на КД. Тут еще такая карта, что, как бы, ближнего боя-то, по сути, здесь вообще нету, да? То есть, ну, он, в принципе, невозможен. Уходим на КД. Ну, тут уже все, сейчас, уже не успеть, наверное, пострелять. Ну, карта такая, кустодрочерская, достаточно. Стояло, как вы видели, здесь есть, к сожалению, да? Противники подействовали неадекватно, поэтому мы их быстро так продавили, то есть, да, весь проблем. Но, если бы они были немножко более грамотными, то у меня были бы очень серьезные проблемы, друзья. Все, раскидали его. Ну, посмотрим, я там фрагов не сделал, но дамаг я вроде нанес, какой-никакой. Надо посмотреть. Так, 3600 дамага, ну, нормально вполне, то есть, в принципе, я в топе по урону, так что нормально. Вот такой вот бой получился. Давайте еще один попробуем откатать, может, что-то в этот раз другое получится, не знаю. Но танк стал, друзья, уже не тот, реально. Просто он по-прежнему мощный, он по-прежнему неплох, но он уже не такой накибатор, который мы, друзья, с вами попомним. То есть, он не может так накидывать, он не может так комфортно себя чувствовать на любой карте. Все равно он стал более такой какой-то, ну, я не знаю, это сложно объяснить. То есть, это где-то вот находится, я не знаю, там, где-то на кончиках пальцев. Я надеюсь, вы поняли, о чем я. Так, 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 сейчас будет клево, если наш 71-й даст подсветик, мы с вами сможем понакидывать по проезжающим противникам. Это будет здорово. Так, 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 так. Медаль лесоруба почти что получил. Так, и опять никто не дал подсвет, все уехали вниз зачем-то. То есть, вот в тот момент, когда сейчас проезжают там противники, нужно их подсвечивать, наши зачем-то все поехали вниз, съехали. По непонятным мне причинам. Ну, давайте достреляем уж что-то. Ладно, пошел я, короче, на этот, на объезд. Поехал, то есть. Так, что-то у них там прям какой-то раш, блин. Мне это не очень нравится. Уезжать-то не хочется. Да, мне надо остаться. А у нас там еще и 268, мне показалось, что там яга сначала. Что-то я не понял, они как-то вниз съехали, что ли? Странно очень. И артошлюпка забрала еще его. Блин, я не вижу никого. Вся четверка, ну дай ты подсвет там, мать твою, а. Что ты там стоишь просто так? Стоит и отдается только. О, господи, так. Так, кто там едет, а? Так, я в свете, но это не страшно. У нас вся команда отдалась уже, жесть. У меня ноль урона все еще. Классный бой. Просто супер вообще. Это кто у нас тут? КВ-4, но ладно. Заберем его сейчас. Это, конечно, было довольно глупо. Я словил, по-моему, даже целых две плюхи, но зато забрали одного товарища. Я думаю, что теперь немножко пыл у них поумерится. Но это жесть, то есть просто у нас просто турбослив. Три секунды еще. Так, я еще живой пока что. Но КВ-4 с ним, конечно, не справится. Значит, придется... Надо хоть забрать как-то его. В принципе, я с большой долей вероятности выживу после его плюхи. Черт, а. Я в наглую упарываю сейчас просто на него. До свидания. Оба. Вот артошлюпочки, а. Перезаряжаемся. Перезаряжаемся. Не, бой... Лучший бой войны, я считаю, просто. До свидания. Так, две секунды еще, КД. Парни, надо сейчас хотя бы немного пострелять. Не повезло. Так он сам на таранка мне пошел зачем-то. Я, я... Даже это... Блин, ну как так? Е-75 с вертушки по мне дал и попал, а. Куда катится этот мир? Ну, короче, вы поняли, да, друзья? То, что... Да. Сейчас посмотрим результаты. Это, наверное, вообще трэш. Я даже боюсь их смотреть. ДМ-800 дамага у меня, у арты. И все. Просто полкоманды по нолям. ИС-7-0. 0-0-0-0-0. Короче, ну, 4 фрага. Все по-пацански. Ну, короче, вывод какой? Т-57, он до сих пор играбелен. То есть, танк до сих пор, в принципе, хороший, да? Но... Разрабы сделали из него не ту машину, на которой сейчас хочется играть. И вовсе не потому, что там он не имба теперь там и так далее. А потому, что на нем теперь просто некомфортно стрелять стало, друзья. Вот. То есть, по-прежнему он способен наносить много урона. Он там все может, да, все нормально. Но из-за того, что комфорт теперь на нем реально стал ниже, этот танк уже не вызывает такую вот большую, ну, такую бурю положительных эмоций, как раньше, да? Но он по-прежнему неплох. То есть, если вам хочется вот такой барабанный танк ближнего боя, да, то, в принципе, можете прокачать. Я думаю, что вы не разочаруетесь. То есть, танк хороший, хороший. Но уже не такой хороший, как раньше. Вот. На этом будем заканчивать сегодняшнее видео. Пишите свои комментарии, как вы считаете, правильно был вот нерв, нет его, или что-то по-другому как-то стоило понерфить. Будете ли вы теперь кататься на Т57 Хэви и так далее. Так что, скоро увидимся, друзья. В общем, всем пока.